Друзья, привет! Полюбуйтесь на этих позорников. Депутат перепутал микрофон с микроскопом и решил примерить себе известную фразу «вилкой в глаз» или «микрофоном в глаз». Он смог собрать такую команду людей, которые без всякого менторства, без поучений смогли провести большую работу, вне зависимости от вероисповедания людей, взглядов на религию. Считаю, что это действительно важное решение. А чем еще заняться на заседании обычному российскому депутату? Нужно же что-то делать. Ну, давай-ка микрофоном в глазу поковыряюсь. И после того, как на это обратили внимание местные паблики, депутат прокомментировал свое поведение. Да депутаты такие же люди, как все остальные, поэтому ничего такого нет. Задумался и все. Человек задумывается, кто там носу ковыряется, там чешет что-то себе еще. Кто-то просто задумался. И импровизация такая прошла. Поэтому, по-нормально, я считаю. Видимо, я задумался о том, чтобы присвоили название почетного гражданина хантоматического блога. Почти в первый раз человеку живому, а не мертвому. Коту, когда заняться нечем, он яйца лижет. А депутату из Югры, когда заняться нечем, он сидит, задумывается о великом и насаживается глазом на микрофон. Ну, хорошо, хоть глазом. Это же Кузбасс. При первом взгляде кажется, что люди собирают картошку, но нет. Это мобилизованные. Мобилизованные радуются тому, что им привезли уголь. Судя по всему, некоторые мобилизованные уголь видят в первый раз. Потому что стоит он в Кузбассе, как крыло от самолета. Мужики, улыбаемся! Тёма! Селёв, наш губернатор, привез нам уголь. Красавчик. О солдатах мобилизован беспокоится. Кто побороться-то будет второе видео снимать-то? Мужики, как мог, так таскают. Конечно, а то снимай привет, передавайте. Губернатор беспокоится о нас, чтобы солдаты не мёжли мобилизованныеся. А что ещё нужно для счастья солдату? Да, в принципе, уголёка этого достаточно. А в Кузбассе уголёк, извините, не дешёвый. Так что, в принципе, можно кусочек в карман положить. Да, по почте России родным отправить. Ну а после небольшой интеграции будет ещё интереснее. Помните, я вам рекомендовал рюкзак от компании XD Design? Прошло полтора года, а теперь в моей семье три рюкзака этой фирмы. И я рад сообщить, что тот продукт, который я вам порекомендовал, выдержал все нагрузки. Рюкзаки Бобби я использовал, когда путешествовал по тайге, гулял в горах, катался на сноуборде, на мотоцикле. И ничего с ними не случилось. Рюкзаки Бобби противокражные. Со всякими потайными карманами, противокражными застёжками, которые не позволят незаметно вскрыть рюкзак. Есть рюкзаки-трансформеры, есть рюкзаки с изменяемым объёмом, есть постоянные прочные геометрии. В общем, на любой вкус и цвет. Рюкзаки Бобби полностью сделаны из переработанных материалов. Для меня лично важно, что у рюкзака есть защита AirFit, отсчитывание карточек, USB-порты для доступа к зарядке, документы при встрече с полицией при путешествиях на мотоцикле. Или, к примеру, в аэропорту. Доставать удобно, не нужно расстёгивать весь рюкзак. Также у рюкзаков предусмотрена защита от влаги. В путешествиях это особенно важно. Недавно же у XD Design вышла новая модель Bobby Hero. Она очень похожа на Bobby Pro, но есть преимущество. У Bobby Hero есть три варианта размера, множество разных цветов и стоит он подешевле. Остерегайтесь подделок. Покупать рюкзаки я рекомендую. У официального представителя по ссылке в описании. На сайте сейчас действуют скидки 20% почти на все модели. А по моему промокоду HARDIN в течение двух недель будет дополнительная скидка 25% от цен на сайте. Скажу честно, это то, чем я сам пользуюсь и что мне вам вообще не стыдно посоветовать. А вот о чём рассказывать не то, чтобы стыдно, но смешно, так это импортозамещение по-российски. Помните, Собянин хвастался, что всё, теперь у нас будет производиться свой отечественный москвич. Россияне обрадовались, наконец-то, отечественный автомобиль за 3 миллиона рублей. Мало того, все знают, что этот автомобиль китайский и ранее сообщали, что его будут привозить в Россию и собирать в России. И всплыли неудобные подробности. Я подозревал, конечно, что всё плохо, но не настолько же. Как сообщает канал За рулём, оказалось, что автомобили привозят из Китая практически в собранном состоянии за исключением буквально нескольких деталей. Сейчас машины автомобиля «Москвич», «Москвич-3» собираются методом крупноузловой сборки. То есть на конвейере в Китае сходят готовые машины, потом их частично разбирают, снимают несколько узлов, сейчас мы посмотрим, какие. Упаковывают всё это в контейнеры, привозят к нам, распаковывают и собирают автомобиль обратно. 10 лет назад Путин дал старт производству электроавтомобилей в России. И за 10 лет совершили самый настоящий прорыв, научились фары прикручивать. А это кадры из Курской области. Но уровень лицемерии иногда просто зашкаливает. В Курской области, посмотрите, к матерям погибших пришли чиновники. И пришли они и с пустыми руками, а с подарками. Ну, казалось бы, принесли подарки. Ну и хорошо. В качестве подарков чиновники выбрали наборы полотенец. Матерям погибших подарили полотенца. А также сообщили, что подарили открытки и торты. Но чиновникам мало, просто прийти, сделать подарок и уйти. Им нужно обязательно заниматься показухой. Они наделались с матерями фотографии. Посмотрите, и так сфотографировались, и так сфотографировались. И вот она, замечательная фотография. И женщина сидит дома, по всей видимости, холодно. Сидит в теплых носках, сидит в теплой обуви. И чиновники нафотографировались и решили выложить, конечно же, это в социальные сети. Мол, посмотрите, какие мы заботливые помогли. Но сейчас почему-то они решили удалить этот пост. Странно. Почему это? А теперь немножко о пропагандистах и о нашем величии. Есть и хорошие новости. Но сначала начнем со Скобеевой. Я знаю, что про нее не всегда приятно разговаривать и слушать. Но цинизм Скобеевой переходит все границы. Это одна из самых жестоких пропагандисток. Даже ее собственный супруг на ее фоне просто блекнет. Скобеева публикует у себя в телеге вот такой пост. Причем делает ссылку на американский телеканал. Слушайте внимательно. Десятки центров обогрева были созданы по всему городу, имеется в виду, я так понимаю, Киев. Чтобы люди могли найти тепло и безопасность в случае атак. Еще одна волна ракетных ударов снова отключила здесь электричество. Украинцы получают около 4 часов электричества каждый день. Если повезет, они смогут приспособиться к новому образу жизни. Миллионам людей в этой стране предстоит пережить долгую и очень жестокую зиму. И тут важен комментарий Скобеевой, как она это преподносит. Она пишет. Американский телеканал рассказывает об эффективности армии Суровикина. Вроде казалось бы гордости пост. А теперь давайте я попробую задать вопрос немножко по-другому. То есть Скобеева считает, что эффективность Суровикина, точнее эффективность армии Суровикина заключается в том, что миллионы людей будут переживать очень сложную и жестокую зиму простых людей, обычных граждан, которые вообще ни в чем не виноваты. Потому что, как опять же следует из ее поста, была волна ракетных ударов и здесь отключилось электричество. То есть вот это Скобеева называет эффективностью армии Суровикина. Но она так написала здесь по-другому, просто и прочитать-то нельзя. А потом некоторые из вернувшихся из Украины удивляются. А почему это так? Такие злые на нас, на всех. Ну и Россию на нас. Я не знаю, от чего так. Ну злые там уже. Они разговаривать не хотят. Приехал боец из Украины. Да я не знаю, почему это в Украине так на нас реагируют. Мы пришли всего лишь с оружием туда. Пропагандисты всего лишь радуются, что мирные жители там будут замерзать. А украинцы почему-то злятся за это. В то же время, пока Скобеева радуется тому, что украинцы там готовятся к самой жестокой зиме, в Абакане без теплоснабжения остались более 70 тысяч человек. В Абакане стоят морозы за 20 градусов. И люди остались без тепла. И вот Скобеева радуется тому, что в результате ракетных ударов происходит то, что происходит. А давайте теперь погуляем по России. По России никто не наносит ракетных ударов. Никто не разрушает нашу инфраструктуру. Но почему-то она разрушается сама по себе. Почему бы это? Новости за ноябрь. 11 ноября. В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии. Новости от 27 ноября. Жители Краснодара остались без тепла и горячей воды. Речь идет про 7 тысяч человек. Новости от 26 ноября. В Нижегородской области около 13,5 тысяч жителей остаются без света. По Приморью никто ракетных ударов не наносил. По Краснодару ракетных ударов тоже никто не наносил. В Нижегородской области ничего не прилетало. Но тем не менее, жители почему-то страдают. Ах да, это стратегическое оружие дальнего действия РС-22. Российская стабильность 22 года власти. И вот дайте угадаю. А какая область в России будет следующая? Где случится какой-нибудь очередной скачок или проверь? Дайте-ка угадаю. Возможно, в Орловской области. Из Орловской области пришли интересные новости. В Орловской области не будут проводить капремонт домов на Ленина, чтобы помочь мобилизованным. Губернатор Андрей Клычков в радиоэфире Комсомольской правды сообщил, что в Орловской области срезали финансирование с капитального ремонта домов на улице Ленина, чтобы помочь мобилизованным. А это чудесная Кострома. В Костроме появилась уникальная достопримечательность. Забили горячие источники. И каждый житель Костромы может там и глиной обмазаться, и в горячей воде искупаться, и за фашистые ванны принять. В общем, целый комплекс. И костромчане решили, что есть где разгуляться. И решили пофантазировать, как же может выглядеть их родной город. Вот он, этот самый разлив. И костромчане начали фотошопить, только шум стоял. Здесь и покойный Жириновский с мальчишками, и пингвины на айсберге, и пиратские корабли, чего здесь только не было. И даже Путина не забыли прифотошопить. Ну а что, если развлечения в Костроме, то теперь только такие. И давайте порадуемся за жителей Костромы, что сейчас им есть чем заняться. А я не прощаюсь.